Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Наш очередной морской выпуск. Вот, написал даже такой морской бриз. То, что мне тут нравится, это вот морько, и оно такое чистое, знаете, прозрачное и радостное. И вот вчера было видео о вдохновении, как вдохновляться. И я сам записал видео, вдохновился. И, в общем, главу книги еще написал, и это было здорово, на самом деле. Я сейчас пишу продолжение книги про мир и вечное познание о Натами и Анне, как они путешествовали по мирам. Ну, ссылки на книги будут в описании к этому видео. Кто еще не читал, очень рекомендую. Так вот, о вдохновении вчера я говорил, и действительно вдохновение пошло, и я продолжил написание книги. И это было действительно очень здорово. И второй момент, что вдохновение происходит, на мой взгляд, когда вы находитесь на природе, когда вы двигаетесь и осуществляете какие-то свои цели, которые вы хотели бы достичь. То есть вдохновение – это процесс такой вдоха-выдоха, знаете, как бы дыхания. И когда дышишь, происходит вдохновение. Ну вот сегодня я бы хотел поговорить о следующей теме – это просветление, да? То есть как стать светлым, да? Или свет, что такое свет, да? Это тоже как дыхание, дыхание солнца, да? То есть и свет, то есть лучи солнышка, фотоны попадают на наше тело и дают нам энергию. И отсюда даже появилось такое название, как солнцеедение. Ну это не совсем, конечно, солнцеедение, но это питание праной, солнечной энергией, питание любовью. И на самом деле каждый человек может быть наполнен любовью. Это такое прекрасное состояние, что вот когда наполняешься любовью, просто становишься, светишься счастьем. Вот у меня такие состояния бывают. Да, я, наверное, не всегда наполнен любовью тоже, но бывают, вы знаете, когда наполненность происходит, когда ничего не затмевает сознание, когда вот, например, сделал сессию, вышел на природу и наполнен вот этим состоянием счастья, то прямо, знаете, как происходит какое-то состояние такое вот, что начинаешь светиться, радоваться, гармонизироваться, чувствуешь вот эту вот такую радость жизни и счастье, и прямо вот вообще становится очень-очень классно. И в этом состоянии начинаешь просто радоваться жизни и как бы всему-всему, вот всему нравится, все нравится, все в кайф. О, водичка на меня брызгает, это тоже здорово. То есть вот когда все в кайф, это просто супер. А знаете, бывают такие моменты, когда начинаешь как бы вылетать из настоящего момента и становится как-то не по себе, как-то плохо, какое-то начинается состояние дисгармонии, вот, ну вот и тому подобное. И в этом состоянии происходят какие-то странные вещи, то есть начинаешь чувствовать какую-то апатию, гнев, боль, страх, то есть какие-то неприятные эмоции, и это все очень сильно влияет. Но это уже как бы выход из состояния света, просветления, потому что в состоянии просветления ты как бы, ну ты как цветок, как, знаете, как лучик солнышка, да, то есть... Я, может быть, не даю много каких-то технических данных, но я в каком-то вот нахожусь в состоянии такого вдохновения, да, то есть и когда нахожусь в этом состоянии, мне хочется вдохновлять других, мне хочется, чтобы люди тоже вдохновлялись и дарили друг другу счастье, радость, гармонию. И в этом состоянии действительно это так и происходит. То есть сам вдохновлен, и других вдохновляешь. Сам светлый, и других становишься рядом с тобой светлыми. Поэтому, друзья, это просто здорово, когда так происходит. В этом состоянии действительно хочется дарить добром. Вот, давайте посмотрим сейчас еще немножко такой с технической точки зрения, да, вот, что такое просветление, да, то есть я как-то один раз был, да, на Ошевском тренинге и задал такой вопрос мастеру. И он сказал очень простую вещь. Я даже ее постараюсь воспроизвести. То есть солнце светит всегда, вот то, что я говорил, да, энергия всегда есть. Но тучки бывают, закрывают солнышко. И вот эти тучки, это как раз наши, ну, можно сказать, такие негативные какие-то суждения, мысли. То есть когда мы не наполнены лучистой энергией, а когда мы куда-то проваливаемся и начинаем вновь, ну, как бы, уходить от этой энергии, от себя. Начинаем куда-то уходить, не туда, куда бы нам хотелось. Ух ты, как брызгает, прикольно. Вот это энергия моря. У каждого есть своя энергия. У меня есть своя энергия, у моря, у солнышка, у камней, у людей, животных, растений. То есть все это энергия. И эта энергия – это радость. Понимаете? Это счастье, это гармония. И в этом состоянии можно людям, ну, вы знаете, когда человек наполнен энергией, когда он действительно, ну, как просветлел, да, то есть просветление – это не какой-то эзотерический термин. Это когда вы соединены с, ну, со светом, да, с источником света, когда вы, вот, эти тучки, которые у вас там, ну, скажем так, накопились, вы не даете им возможности затмить солнышко. Они не мешают вам. Они, можно сказать, да, если они там показываются даже на небосклоне, то они вам не мешают. Они просто есть, да, но они, как бы вы можете их даже разогнать, можно так сказать, убрать и все. И они не будут вам мешать. Поэтому, друзья, на самом деле каждый человек – это духовное существо, наполненное радостью и счастьем. Если вы дарите это счастье себе, наполняетесь им, дарите его другим, вот это и есть просветление. Я, например, занимаюсь процессингом, аудитингом, и это тот процесс, который дает действительно людям просветление. Каждую сессию человек достигает озарений, у него происходят перемены в жизни, он становится более осознанным, радостным, счастливым. У него происходит переосознание, у него происходит процесс эволюции, эволюции сознания. Потому что мозг к полной свободе – это как раз шаг за шагом человек становится более осознанным, счастливым, радостным, веселым. Постепенно повышается уровень осознанности. Потому что что такое каждая сессия? В каждой сессии мы рассматриваем определенные вещи, которые у человека накопились, то есть негативный заряд. И когда у человека, ну, какая-то, допустим, накапливается критическая масса этого заряда, он начинает его драматизировать, то есть он начинает проигрывать содержание своего ума. И он не замечает этого, то есть это происходит, как бы, ну, так сказать, неосознанно. А когда вы начинаете осознавать, то есть с помощью сознания мы углубляемся все глубже в ум, начинаем осознавать, что же там происходит, откуда это все, почему это с ним происходит. О, и тогда что-то происходит, понимаем, а вот же почему это. Потому что у меня был такой-то травматический случай, и, соответственно, я после этого начал драматизировать это. То есть наша цель – это убрать у человека вот эти драматизации, дать ему наполниться счастьем, гармонией, позитивной энергией, стать самим собой. А когда человек наполнен, когда он счастлив, у него происходит все самое лучшее в жизни, все самое важное. Он гармоничен, он целостен, он осознан. И в этом состоянии осознанности можно делать все, что угодно. Можно строить вселенные, как вот в книге я описывал о Анатоме и Ане, мир и вечного познания. А можно идти вглубь, можно осознавать то, что происходит. Самое главное, друзья, что в этом состоянии вы можете творить то, что хотите, вы можете рассоздавать то, что вам мешает. Вот это состояние осознанности, гармонии и счастья. То есть в гармонии вы становитесь, вы осознаете себя духовным существом. Вы не то чтобы становитесь, вы им и есть. То есть и в состоянии вот одитинга, проходя одитинг, можно понять, что вы действительно гармоничное духовное существо, наполненное радостью и счастьем. И действовать во благо для себя и для других людей. То есть осознавать, что с вами происходит, когда это происходит и почему это происходит. И в этом состоянии вы можете наполниться счастьем, дарить его другим, гармонизироваться и очень много чего делать. Поэтому, если вам интересна тема духовного развития, самопознания, то я вас приглашаю на аудитинг, на процессинг в Академию счастья. Если видео понравилось, ставьте «нравится», подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и включите колокольчик для напоминания новых видео. Они выходят ежедневно. И там еще, сейчас появятся еще 4 видео, можете их тоже посмотреть. Они тоже о процессинге, о том, как духовно развиваться, как дарить людям добро, радость и счастье. Поэтому всем добра, всем вдохновения, просветления и позитивных ощущений. Во благо, друзья. Увидимся. До скорой встречи. Всем любви.